Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Общественность Смоленской области уверена в безопасности атомной станции. Специалисты распределительных сетей компании «Смоленск Энерго» на предприятии. Итоги спартакиада работников Смоленск АЭС-2016. Выставка рукоделия в Совете ветеранов станции. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В концерне в работе 31 энергоблок. Текущий месяц выработка 24 500 мегаватт. 98,9% от плана по месяцу. Выработка за год 100,6% по концерну. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, суммарная нагрузка 3210, существенных замечаний по работающему основному оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 28 дней ноября составила 2 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 773 миллиона. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 19,9 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 87 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В здании районной администрации города Рословля состоялась презентация экологического отчета Смоленской АЭС. Представленные специалистами Смоленской АЭС экологические показатели работы станции подтвердили, что предприятие оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Данный мониторинг радиационной обстановки, как и в предыдущие годы, в Десногорске и Рословском районе соответствуют естественным природным значениям. Та информация, которая до нас доводится, она очень емкая и очень проста для восприятия. Поэтому мы абсолютно считаем, что безопасность атомной станции, экологическая безопасность нас абсолютно ничем не напрягает и очень на высоком профессиональном уровне находится. На Смоленской АЭС реализовано большое число природоохранных мероприятий, внедрены современные технологии очистки воды, обращения с отходами производства. Как отметила начальник отдела окружающей среды Смоленской АЭС Светлана Аксенова, большое внимание станция также уделяет экологическому образованию и просвещению в городе Атомщиков, Десногорске и за его пределами, работе с молодежью. Жители Рословского района выразили заинтересованность к природоохранным инициативам Смоленской АЭС и отметили значимость предприятия для региона. Наличие такого крупного предприятия, которое предметно занимается производством энергии, а атомная энергия считает, что одно из безопасных способов добычи или выработки электроэнергии, поэтому, конечно, это налоги, это рабочие места, как я уже сказала, это хорошо. С отчетом по экологической безопасности Смоленской АЭС можно ознакомиться на сайте концерна Росэнергоатом и на странице Смоленской АЭС в разделе «Безопасность и экология». Смоленская АЭС Со спецификой атомной генерации на Смоленщине познакомили специалисты районных участков распределительных сетей компании «Смоленск Энерго», которые проходят курс повышения квалификации в Смоленском филиале Московского энергетического института. Во время экскурсии на Смоленскую АЭС энергетики оценили масштабы производства, на полномасштабном тренажере блочного счета управления изучили тонкости производственного процесса выработки электроэнергии атомным путем. Для них было очень важно ознакомиться с лидирующим или самым передовым предприятием области энергетики, которое у нас есть в области, и самым успешным, я бы сказал. Они видят, что есть предприятие высочайшего технологического уровня, и я думаю, это поможет им в работе. Руководитель диспетчерской службы Вяземских районных электрических сетей Алексей Гордеев признался, что атомная станция впечатляет размерами и мощностью оборудования. Мы распредсети, мы занимаемся эксплуатацией, соответственно. Ну, принцип работы тоже безопасность электроснабжения, соответственно, и безаварийная эксплуатация оборудования. Ну, в принципе, сфера похожая, единственное, тут зона ответственности, наверное, и уровень ответственности повыше, чем у нас. В профессиональном плане, конечно, на высоте, прежде всего, безопасность самой станции, то есть там несколько есть постов, и военизированная, соответственно, охрана, соответственно, там и какие-то даже видели там брони на проходной, бронесчеты такие, два даже стоят, то есть безопасность на высоком уровне. В этом году Спартакиада Смоленск АЭС объединила 30 команд работников и ветеранов градообразующего предприятия и подрядных организаций. За лидерство боролись более 1300 человек. Команды, добившиеся высоких результатов, честовали 24 ноября. Двумя неделями ранее поздравили победителей и призеров в личном зачете. Весь год Спартакиада проходила под одним дивизом. Это ценность Росатома, единая команда. Каждый просит свою победу в своей команде. Десять месяцев в 17 дисциплинах атомщики демонстрировали здоровую конкуренцию и уважение к друг другу. Ставили амбициозные цели и команды работали на результат, поднимая планку эффективности. Старались быть на шаг впереди соперника, при этом не забывали про безопасность на спортивных площадках. Победителем вновь стала команда реакторного цеха. На второй ступени педестала команда безопасность. Замыкают тройку лидеров цех обеспечивающих систем. Лучшими спортсменками признаны Инна Орлова и Лена Переходкина. Безопасность. Ирина Роженкова. Команда энергии. Звание лучший спортсмен присвоено Сергею Алешину и Анатолию Федюкову. Безопасность. Сергею Маркову, химцех. Звание самый активный участник Максиму Булахову, СОС. Звание лучший ветеран спорта Виталию Польщикову, РЦ. В специальной номинации «Спортивная надежда» отмечен Андрей Кукушкин, электроцех. Обладателем приза «Дух, упорство, вдохновение» стал Игорь Андреев, электроцех. Спорт как стиль жизни Элина Шукта, УТП. Выставка рукоделия в Совете ветеранов. Творческие работы в разных техниках исполнения представили 22 умельца. Восхищают красотой и изяществом картины Татьяны Бирюковой и Татьяны Безбожной, вышитые крестиком. Порадовали мастерицы и своими работами, выполненными в новой технике «Алмазная мозаика». Никого не оставила равнодушным панно «Бабочки» Виталия Карпинского. Восхищение вызывают изделия мастериц-вязальщиц – кружева, салфетки, шали. Помимо традиционной вязки крючком, на выставке представлена работа в технике «Баварская вязка», которая владела Раиса Овсяникова. Ее кружевной плед – настоящий шедевр рукодельного творчества. Как всегда, покорили зрители наши профессионалы, такие как Тамара Горчакова. Для выставки она изготовила три замечательных работы в технике лоскутного шитья – северянка, шаманка, древо. Обращают на себя внимание работы Татьяны Купцовой – скульптуры из веток и корней деревьев, которые настолько необычны и оригинальны, что любоваться ими можно бесконечно. А также очаровательные куклы, сделанные из подручных материалов мастерицами Верой Римской и Валентиной Худобиной. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова